Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает, Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 9 апреля, день Матроны, назван в честь святой мученицы Матроны Солунской. Святая Матрона была рабыней иудеянки, жены Солунского воеводы. Она постоянно издевалась и била Матрону за то, Что она не ходила в синагогу, а ходила в церковь. В итоге она ее забила до смерти и сбросила вниз. Вскоре мученицу постиг заслуженный суд Божий. На том самом месте, где она свергла вниз с высокой стены тело святой Матроны, Она сама случайно поскользнувшись, упала и разбилась насмерть. Святую Матрону считали покровительницей хозяек. В этот день ходили в церковь, молились ей и просили помочь им в работе. В этот день перебирали запасы. Все делили на две части. Испорченные продукты либо выбрасывали, Либо пытались использовать их в пищу, если это было возможно. Часто этот день называли днем Матроны наставницы, Так как часто после оттепели и морозов ночью образовывался наст. Прилетали перелетные птицы из теплых краев. Весна стремительно приближалась. Это был последний день, когда женщины могли выбелить холсты, Выносить их на улицу, класть на снег подсолнечные лучи. Сегодня говорили, щука хвостом лед разбивает. Значит пора отправляться на рыбалку. Постепенно сходил лед и начиналось половодье. Естественно сегодня наблюдали за природными явлениями, Чтобы вовремя начать посевные работы. Приметы. Сегодня не следует ссориться, потом не помиришься. Ини и туман утром к большому урожаю. Опало третьих хвои на хвойных деревьях, Через две недели начнется ледоход. Продолжение следует...